В работе Международной промышленной выставки Иннопром-2016 приняли участие предприятия Курганской области. В зауральскую делегацию вошли руководства и специалисты профильных ведомств Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики, а также Департамента экономического развития. Представители Курганской области приняли участие в круглых столах и конференциях, посвященных повышению эффективности промышленной политики, новым технологиям в производстве, развитию российского рынка робототехники, интернет-технологий в промышленном секторе, кооперации, а также ряде встреч и мероприятий, посвященных развитию банковских технологий. Всего в выставке приняли участие более 120 компаний, более половины из которых – представители малого и среднего бизнеса. Среди непосредственных участников международной выставки были и уральские предприятия, акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод», предприятие машиностроительного комплекса Уральской горнометаллургической компании и курганское предприятие «Сенсор». Гости выставки увидели трубопроводную арматуру, нефтегазовое и металлообрабатывающее оборудование и другие наработки в сфере металлургии, машиностроения и энергетики. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, принимая участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2016», помимо прочего, посетил выставочные стенды за уральских предприятий. Уникальное предприятие «Сенсор». Мы приняли решение, пускай забегая вперед, что из фонда поддержки предпринимательства в этом году будет выделено, естественно, конкурсной основе около 20 миллионов рублей для предприятия «Сенсор», для того, чтобы они могли закупить себе станки, оборудование для производства уникальных инструментов, которые в Российской Федерации пока никто еще не производит. Вот эту нишу мы просто обязаны занять самое первое, для того, чтобы потом уже диктовать условия вот на этом рынке. Шадринский автоагрегатный завод на «Иннопроме» представил модернизированные тепловозы. Предприятие практически каждый год приезжает сюда. Исключение было сделано лишь один раз за семь лет. На выставочном стенде Уральской горнометаллургической компании среди ключевых проектов холдинга были представлены и возможности акционерного общества ШАЗ по глубокой модернизации маневровых тепловозов. Визуальным воплощением проекта стал проект модернизированного тепловоза ТМ-2 УГМК, выполненный в масштабе 1 к 10 и содержащий более 2000 деталей. Подчеркивается, что сегодня параллельно с производством автокомпонентов Шадринский автоагрегатный завод разбивается как предприятие железнодорожного машиностроения. В 2014-2015 годах модернизацию на базе ШАЗа прошли 18 локомотивов, принадлежащих предприятиям Уральской горнометаллургической компании. В 2016 году ШАЗ выпустит 13 модернизированных тепловозов серии ТМ-2, ТГМ-4Б и ТГМ-6. Изначально проект модернизации тепловозов на ШАЗе был рассчитан на обслуживание подвижного состава предприятий УГМК Холдинг. Однако в настоящее время тепловоз серии ТМ-2 УГМК проходит сертификационные испытания на соответствие техническому регламенту Таможенного Союза. Это позволит выводить модернизированные тепловозы на пути общего пользования и выполнять заказы сторонних компаний, чьи локомотивы выполняют работы на путях РЖД. Для привлечения потенциальных клиентов в конце июля на ШАЗе пройдет конференция с приглашением специалистов горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, где эксплуатируются тепловозы. О возможностях модернизации расскажут технические специалисты, поставщики основных узлов, а представители предприятий УГМК поделятся опытом эксплуатации модернизированных тепловозов. Сегодня и первый день выставки, но уже буквально несколько минут назад люди хотят приехать на конференцию, которая состоится у нас в конце июля, чтобы непосредственно на заводе побывать в цехе, посмотреть, как происходит, что мы делаем с тепловозом, какой он, как модернизируется, какие у него преимущества у нового. Поэтому вот я считаю, уже не зря мы приехали сюда, потому что люди интересуются и возможно приедут и возможно это наши будущие потребители.